приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить модификацию чернобыль хрониклс для stalker зов припяти в общем то сюжет действительно закручивается довольно лихо монолитовцы которые обитают в кинотеатре прометей действительно здесь заняли очень хорошую выгону позицию на крышах снайпера дежурят кругом патрули и кбо юбилейный я встретил шайбу эта мразь все-таки добралась до припяти с пда барона который я отдал ему на дешифровку это хазара да вот вот туда барона и гевара все-таки здесь он в припяти действительно а человек который как я думал является гевара это скиф он тоже в припяти вот здесь возле общежития он обитает вместе с большой группой сталкеров и в общем то в общем то все действительно довольно неплохо хоть и странно так запись куда барона ну вот очередной день прошел удачно сейчас встречусь с очередными заинтересованными лицами получу свое бабло и наконец-то смогу смело отдохнуть уеду домой заживу хорошо ну а что сейчас мне отвалят столько бабла что можно больше не работать но это была моя последняя ходка все-таки наследилось здесь порядком сейчас очень пристальное внимание ко мне со стороны наемников поэтому надо завязывать с этим а то можно и поплатиться за очень крупно очень крупно за мои знания как бы чего не выкинули в этот раз но риск дело благородное где ты мой дом милый дом жаль что не вернуться больше в дом где родился в припять а ведь помню как процветал мой город все строилось люди приезжали женились появлялись дети жили не тужили помню все это эти светлые воспоминания но были у припяти свои загадки по правде говоря мне всегда хотелось узнать куда же ведет лифт на нулевой этаж куба юбилейный это для меня загадка до сих пор а так хотелось узнать что же там такое скрывают ученые да именно ученые по слухам там располагалась какая-то лаборатория а ученые занимались ее обслуживанием и никого туда не впускали позже уже узнал что лаборатория была не одна все под землей и имели обозначение x ладно вот подходят заказчики сейчас будет новый итог моего жизненного цикла о как когда шайба приходи сегодня в 22 00 к нашему месту встречусь с мохоном и передашь ему все подах азаром на этом уже ралли это мы уже читали что гевара друг мой дорогой здорово сталкин гевара рад тебя видеть но еще больше рад видеть тебя живым невредимым а еще больше рад что смогу тебя видеть сам и не с небес да клим твои заключения набирают оборот тут уже день начинает пахнуть керосином ух ну и дела а что с тобой приключается куда ты пропала рассказывай скорее когда мы с тобой пришли на то место то я попросил тебя прикрывать меня на всякий случай от возможных проблем а я хотел проверить работу одной штуковины а точнее аномального искажения ты мне как раз и нужен был для прикрытия так как не знаю точно попытки помешать так как я точно знаю о попытке помешать разгадке этой истории с той группой но когда я попал в аномалию ты очищался в прошлом звучит как-то чудно но это так и что-то увидел почему решил что это произошло прошло я тоже попал в припять с помощью этой штуковины но ничего подобного не видел я видел как мы с тобой стояли и разговаривали возле временного здания возле временного здания кб кгб до того как вошли внутрь обшаривает тайники знаешь ощущение было какое-то странное и не из самых приятных интересно прямо по написанному все рассказываешь в каком смысле до прямом смотри и показываем ему найдены в кбо документы ничего себе а дальше было так я вернулся в реальность но только оказался не чернобыль один а в припяти представляешь что это за штуковина такая это оказался телепорт от неожиданности малость расстроился но раз припять значит припять что ж поделаешь а я и смотрю что пока с нами разбирался то ты куда-то испарился прямом смысле слова в припять одному опасно я решил поискать кого-нибудь только на что я наделся не знаю все-таки здесь верховодит монолит но думаю может есть какие-то одиночки выдвинулся шел не торопясь осматривая окрестности и тут удачно увидел одного сталкера обрадовался но рисковать не стал кто знает что за фрукт и чего здесь в припяти творится решил понаблюдать за ним достал бинокль и увидел знакомое лицо нашего техника из лагеря в чернобыле 1 он шел в кбо юбилейный однако перед входом туда он остановился достал оружие и направил его на вход в здание словно кого-то поджидая вижу и вправду из двери вышел еще один сталкер в начале подумал что охотники за хабаром чего-то не поделили но уже на этот ваш разговор и посмотрел через оптику своего верного винтореза пригоделся ё-моё ба знакомые все лица перед техником стоял ты видать чутье меня не подвело когда решил проследить за ним все-таки как так как миром вы бы не разошлись а в твоем случае без шансов гевара я тебе безмерно благодарен если мне ты мда который раз уже сталкер из чернобыля один спасает мою жизнь я ж никогда с вами не расплачусь ладно не перехвали ты тоже молодцом держался гевара и ко что выяснил про этого шайбу это он в меня стрелял когда ночью заманил в ловушку да я знаю он же и доложил тогда в бункер наймов от твоей ликвидации таким же был тогда этот техник жаль что теперь не узнаем а не надо жалеть шайба обычный перекупщик информации о заброшенных лабораториях экспериментах и проекте осознания и где же тогда ее берут а думаешь мало ли что осталось в руках тех у кого тогда у тех кто когда-то здесь работал непосредственно от проектами в лабораториях или имели костное отношение к ним после катастрофы уехал за пределы зоны полным полным полно у всего населения и только столько денег что все ее выкупить ведь она по сути уже бесценна да нет столько денег что все это выкупить временами текст сложен очень странно тяжело читать так чем же она бесценна что в ней такого ведь столько времени прошло она уже морально устарела да не тут то было тогда велись работы по разным направлениям но многое было невозможно сделать из-за отсутствия технологий проще говоря не было на то время таких мощностей и соответствующего оборудования чтобы провести довольно сложные эксперименты поэтому все невыполнимые проекты документировались и откладывались до лучших времен конечно работы никогда не останавливались но и не имели такого масштаба и вот время подошло технологии теперь позволяют все это довести до ума поэтому началась вся эта движуха по заполучению этих уникальных документов я даже не подозревал только наличие этой информации для них одна смерть а для других нажива с наживой и так все непонятно и так все понятно купил продал в три дорога если не больше а вот для других тех кто по-прежнему работают над проектами держит под контролем центр зоны и группировку монолит она представляет смертельную угрозу потому что они стремятся ее заполучить свои руки и сократить число посвященных в эти дела поэтому так называемые перекупщики или информаторы скупают информацию одних чтобы продать другим перекупщики обычно не в курсе истинной ценности данных документов правда они и живут недолго либо перегрызать друг другу глотки либо их уничтожает монолит как ненужных свидетелей искать кого-либо из тех кто занимается продажей информации нет смысла но это уже и сам понял а насчет уничтожения сталкеров монолитом тут гевара теперь все по-другому фанатики сотрудничают почти со всеми сталкерами им теперь есть польза от этого какая польза им нужно будет понятно как только не выведут у тебя то что им нужно а дальше убьют так что быть с ними осторожнее слушай ну может и прав но я разговаривал с их лидером барлондой не все у них так запущено как многим трактуется он оказывается бывший военный и служил всю свою жизнь своему отечеству да видно что тебя уже обработали они хорошо не защищая их не спорю что когда-то они были обычные люди но вот теперь даже не знаю что и сказать поживем увидим могу поздравить тебя со счастливым спасением клим клим мне придется пока осисть в укромном месте в припяти я останусь в этой школе все-таки сюда я появился бы без приглашения с их стороны поэтому будут стрелять на поражение так что пока так о степаныч подходит хорошо хорошо встретим с третьим группу и как же далеко они находятся прям возле книг до гастроном универмаг вот они книги ну потопали тогда да в общем то прояснили мы ситуацию насчет это козла шайбы но гевара конечно засейвил меня люто очень хорошо засейвил так не туда не туда я спустя так что есть я так на всякий случай проверяют и нички места укромные ну так вот какие люди тут взялись какие люди взялись тут на радаре двое так вот ситуация хорошо прояснилось это это прекрасно диалоги конечно хорошие в моде о а нет фу мне показалось это ящик а этот телефон диалоги хорошие временами конечно сложены не совсем последовательно и литературы твою мать это наемники что ли охереть не встать охереть не встать вот это меня оформили да это натурально наемники кушай яблочко да вот наймов я тут увидеть не ожидал я думал максимум зомбированный здесь обитают а здесь наемники полным ходом развернулись не слабом не слабо у меня кстати последняя обойма поэтому это дерьмище можно смело выкидывать раджи 36 я думаю что степаныч с группой приведет и техника с собой потому что мы для меня сейчас это важно техника мне действительно нужен детский сад тоже в свое время это место наводила в зоё припяти ужас без шуток конечно припяти производила впечатления в свое время вы кстати у меня радиация жестко забирает меня нехило я так обучился так вот припять производила впечатления вообще зов припяти производил впечатлениями на локациями в собаки в чистом небе как-то все так было довольно плоско именно в плане уровней то есть как-то ничего выдающегося ну как сказать левел дизайн чистом небе вообще был фантастический я имею ввиду что ну как-то без 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 изюминки что ли а вот в зои припяти прям джесси развернулись не на шутку очень много значных таких красивых интересных под локаций было поэтому так сейф но тоже по моему наши пацаны да а вот в зои припяти я постоянно прерываюсь очень много интересных под локаций даже припять из много из множества маленьких объектов стоит универмаг общежитие госпиталь кинотеатр прометей великолепный пристань вот она до речной порт универмаг как бы его затон из каких прикольных локаций стоит окрестностей питера вообще мое уважение то есть прям все так сделано очень красиво со вкусом прям интересно было именно сталкерить ходить покрылся я здорова степаныч как я рад что вы наконец-то решили сюда прийти а места здесь тихие если к местам населению с расспросами не лезть ладно полюбезничали хватит это не лучше время и место для разговоров ты лучше отведи нас более безопасное место пойдем заброшенную школу здесь недалеко там нас поджидает наш общий знакомый гевара да он самый не спрашивай откуда он взялся здесь захочет сам расскажет опана великолепный старт хорошие спауны возможно еще не все это точно я все-таки кончу этих тушканов они нам жизья не дадут о еще и снорк как же мощный 911 гасит просто великолепно ну здорово сталкер есть чем порадовать так степаныч ну вот мы и на месте что у вас произошло рассказываем клим после того как ты ушел в припять чернобыль 1 был атакован мутантами до таким количеством мы думали что попросту обычный гон такое явление периодически происходит и мы тогда успешно справлялись с ним а тут как повалило повалило попытки отбиться на этот раз оказались так много текста у меня уже аж в горле першит попытки оказались неудачными много наших полегло было принято решение покинуть лагерь только отменения разошлись большая часть почему-то решила уйти к окраинам посчитав что так будет безопаснее а наша группа если можно так ее назвать решила двигать сюда мы решили рискнуть и похоже сделали правильно связь с той группой идущей к окраинам была хорошая и затем исчезла они ушли раньше нас скорее всего все погибли проверять мы не стали идти по их стопам это то же самое что попасть на пиршество к стервятникам дойдя до припяти мы решили попытаться выйти с тобой на связь и вот удача ты услышал нас и мы теперь здесь хотя судя по всему здесь тоже не сахар и все же лучше чем быть съеденными этой живностью да уж еще одним безопасным местом стало меньше да тут ничего не попишешь вся торговля под откос пошла теперь быстро бизнес не поднимешь но это уже мои проблемы степаныч а представь себе что я пострелил здесь скифа и его убил да ну тебя клим ты давай так не шути или ты вправду да это правда по сценарию его уже нет но сценарий для барлонды главы монолита сейчас скиф залег так глубоко что они ни один рыбак такую рыбу не выводит еще здесь был шайба ну помнишь тот черт с чернобыль один который делал вид что в технике разные в технике копался а на самом деле он секреты разные разыскивал но теперь под него про него свойственно говорить в прошедшем времени работал он на всех подряд кто платит и конкурентов уничтожал если бы не гевара то сейчас бы не разговаривали так как в это время а так за это время удалось кое-что прояснить все-таки в нашем расследовании мы двигаемся в правильном направлении ладно я сейчас ухожу в назначенную встречу вы здесь персона нонграта так что последуйте примеру гевара и скифа удачного вам глубоководного погружения хорошо клемм ждем от тебя хороших вестей удачи поторговать в тебя нечем слушайте ребята братцы кролики может быть кто-нибудь умеет чинить витарясь ты же опытный мужик неужели мне придется ладно поедем водочки бахнем да уж лады назначена встреча в госпитале не возле прачечной нет подожди вот вот больница да вот госпиталь а это где то вот ну там короче где я проходил к прачке ну побежали а что так много людей или в кбу опять произошел респаун извиняюсь да ёп хороший был авто прям оу оой how поцилился ты как бы да уже знаете ли подноторел подноторел не модификации в этом плане хардкорная. То есть, аномалий очень много. Расставлены они на таких местах, где ты по-любому пробежишь. И ничего удивительного нет в том, что временами можно сгореть. А на сложности мастер еще и дают просраться жестко. Листик. Побежали. Ну, кстати, видимо, наш Клим тот еще провидец, потому что в ПДА была запись о том, что приходи на наше место. А какое место наше, не сказано. Поэтому либо в сюжете, в сценарии какая-то дырка, либо Клим действительно провидец. Я еще раз напоминаю вам, да? Так. Да, приходи к нашему месту. ПДА у шайбы обнаружилась интересная инфа о сделке с монолитом. Да, прав был Гевара, не стоит это продажная шкура того, чтобы сожалеть о его смерти. Надо бы туда наведаться, посмотреть, что они будут делать, если шайба не придет. Ну и вообще, для общего развития и снижения текущей диспозиции. Может, чего ценного найду случайно. Ну, вряд ли сейчас сработает. Нет, действительно сработало. Следить за сделкой. Эпизод седьмой. Зов монолита. Ух ты. Попа. Опа, 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 опа. Они прям... Прям под базу сталкеров. Размотали его. Проследить за лидером группы. Ну, вы, ребят, меня, конечно, запихнули. На верхотуру на такую. Куда он двигается? А, он к общаге идет. Немножко паркура. Ну и полетели. Тут, я уверен, дохерища народу. Ой, мама родная. Это я удачно засеялся. Остановился как надо. Убить Махона. Так. А у меня амуниция это позволяет это сделать? Ну, радует, знаете, ребят, что? Что это задание не привязано к таймингам. То есть, мне не пришлось ждать 22.00, как сказано в ПДА. Шайбы. Где оно? Вот. Поэтому это хорошо. Здесь разработчикам респект. Так, ну что? Ну что? Давайте собственное сохранение сделаем и будем потихонечку продвигаться. Общага, конечно, жуткая. Как минимум, по внутреннему убранству так точно. Я, кстати, слышу какой-то голос. Дядя? Ты не туда воевал. Вы же не хотите сказать, что у меня последняя пачка патронов была? У меня последний магазин. Вот это угар. Махон. Вот тебе и махон. Ой, как тут много народу. В ПДА. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Хазар, 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 барон. Шайба. Стоп. Меня, знаете, что напрягает? Штука тут какие-то... Фух. Появились новые отметки. Поэтому я перманентно на очке сижу. Падший ангел. Ух ты, какой хороший артефакт. Мало кому и сталкеров доводилось подержать этот артефакт. Идти на зов. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Секунду. Тут надо, блин, каждый патрон экономить. Я на тушканах донозомбированных растратился, конечно. Поэтому постреляем, пока есть пистолета. Ай, бляха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй! Черт, голимый. Иди сюда. Он меня там обходит? Что ли? Эти твари-то умные. А они могут и такое. Ой-ой-ой. Спокойной ночи. О, мама. Фиф. Чуть не скончался. Причем как буквально, так и метафизически. Метафорически. Вот, спасибо за патроны, ребят. Вы бы знали, как вы сейчас в кассу. С этой темой. Кстати, Элорг хорошая. Я бы ее не выкидывал. Да, это, видимо, те челики, которые были с Махоном. Я на всякий случай калашовские патроны буду собирать. Мало ли. Да уж. Уникальные, кстати, морды для них нарисованы. Это любопытно. Неужели все из-за артефакта было? Это прям даже любопытно. Но артефакт реально какой-то классный. Патч-ангел. Да. Ходит слухи, что владелец постоянно слышит какой-то голос, который зовет его к исполнителю желаний. Давайте сходим. Не зря нас зовет этот голос. Улица Дружбы Народов. Дом 6. Так что, ребят, вы знаете. Куда идти на зов? На улице Дружбы Народов. Дом 6. Место прямо у сталкеров под боком почти. От прачечной. Вот сюда. На весь косочек рвануть. И вообще, новые проблемы. Подгрузочка. Давайте посмотрим, куда нас подгрузит. Скорее всего, в новый эпизод нас подгрузит. Вот сейчас и узнаем. Тор. Ну вот, наконец-то мы и дождались. Времени в обрез. Нас ждут великие свершения. Подожди, я ничего не понимаю. Что ты хочешь этим сказать? Как-то не поймаешь, ты же здесь за тем, чтобы нас найти, разве нет? Я ищу наемников, а не монолит. Да ты наивный малый. Наемников уже давно не существует. Есть только группировка монолит. Да и что такое монолит? Да ничего уже. Я видел здесь наемников. Буквально пару дней назад. Ты видел то, что видеть хотел. Ты меня пугаешь. Может, конкретно разъяснишь, что происходит? А что происходит? Мы достигли практической своей цели и доработали начатое. Так вы... Да, ты угадал. Мы тебя ждали. И твое сотрудничество с монолитом это не что иное, как подстава для тебя. Все это было подстроено. Единственное, в чем мы не прогадали, это смерть Махона. В чем мы прогадали, как раз таки. Ты его убил, а мы даже немного испугались. Неужели все пойдет не по плану? Но ты сам загнал себя в тупик, Клим. Ну, как вы узнали, что именно я вас ищу? Да ты нашему брату Барлонде все рассказал. Вот я дурак. Еще у него спрашивается... Я еще у него спрашивал, какой наемник прибился к Монолиту. Так этот наемник он и есть? Не совсем. Но группа, которую ты ищешь... Но группа, которую ты ищешь, это мы. Тот, кого ты искал из убежища с Черновля-1, звали Крюком. К тому времени, как вы так успешно заканчивали разгром базы убежища, Крюк уже пришел сюда и доложил обо всем Барлонде. Разумеется, Барлонда подготовился к тому, что ты скоро в Припять придешь. Но кто это будет, мы... А, ну какой-то сталкер придет. Но кто это будет, мы не знали. Второй это Барлонда. Третий это я. Как все просто оказывается, мы никогда не были наемниками. Говоря простым языком, мы успешные диверсанты Монолита. Начиная со дня основания группировки. Но годы идут, и мы, соответственно, из обычных рядовых стали лидерами. Значит, то, что я искал, было в шаге от меня? Но как так? Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Не может быть такого. Не дерзи. Я тебе вообще-то ничего рассказывать не должен. Но раз ты у цели, то не хочется просто так тебя впускать в расход, не удовлетворив твой интерес к происходящему. Все находится под нашим контролем. Все группировки — это ширма. Заправляет всем наша группа с научными знаниями и нужным оборудованием. Поэтому все телодвижения в зоне под нашим контролем и под нашим руководством. Не нужно тебе было лезть туда, куда не надо. Ты помнишь судьбу барона? Ведь это у него ты забрал ПДА, отдал его технику, а тут успешно выдал все нам. Простым и смертным это знать не положено, поэтому ход моих дальнейших мыслей должен быть тебе понятен. Да, лихо вы обработали всю зону и мозги людей. Даже не знаю, что ей сказать. А возражать ей не надо. Хотя я тебе кое-что скажу. Монолит существует, и ты, и многие другие слышали его зов. Тот артефакт, который ты заполучил перед тем, как пал пал сюда, это его часть. Но за столько времени много его частей так называемых артефактов побывало в руках у сталкеров. Но это не преуменьшило его величие. Самое интересное, что чем больше людей его щупают, тем он становится могущественнее. Энергетика людей в своей совокупности сильнее ядерной бомбы. Наша задача была эту энергетику обуздать. Но теперь мы поняли, это не получится никогда. Монолит сам выбирает себе избранных, и никогда не сможет покинуть зону, и никто не сможет покинуть зону без его воли. Группировка Монолит – это деятельность его энергии. А почему ученые не попали под его влияние? А кто тебе это сказал? Он управляет и учеными, тем самым переходя на новые уровни получения энергии людей, используя передовые человеческие технологии. Далеко ходить не надо, даже без обиды на вид ПДА может быть использован в качестве передающего сигнала его воли. Ага, я помню, как один сталкер рассказал мне, что был найден ПДА, в котором было лишь одно сообщение, ради которого он бросил работу и семью и ринулся в зону. Ну, вот видишь, оказывается, если сопоставить факты, то вырисовывается достаточно объемная картина. А для тебя у меня сюрприз. Тебе необходимо сейчас встретиться с одним человеком, и это будет твоя последняя встреча. Жизнь – это очередь за смертью, и дурак тот, кто хочет пролезть без очереди. И тыклим один из таких. Ха. Слушайте, какие хорошие цитаты нам подкидывает. Тор. Тор. Это, я так понимаю, само ЧС и есть. Опа. Извини, Клим, что не предупредил тебя. Так ты на них работаешь. Мне поручено было тебя убить, но так с товарищами не поступают. Сейчас направляйся налево, там должен быть телепорт, который выведет тебя отсюда. Я попробую тебя прикрыть, насколько это возможно. Еще раз извини и... Прощай. Избежать участия. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А у меня оружия-то нету? Родненький мой дорогой. Дай хоть что-нибудь. Мать моя женщина. Побежали. Побежали. Надо бы хоть укрытие какое-нибудь найти. Я ж вообще без всего. Еще и радиация у меня жестко вообще шкварит. Так. Это, это ПД Аскифа. Монолитовцы явно чего-то хотят от меня. Они быстро прочухали про диверсию при прорыве в город. И вместо пули в лоб предложили сотрудничество. Сейчас требуют отправиться на ЧАС. Пока не знаю, возможно, это какая-то подстава или ловушка. Но другого выгода пока что нет. Но есть и хорошие новости. Удалось найти владельца КПК. Что я нашел когда-то на Янове. Это был некий сталкер, некогда живший в Припяти. Сейчас стоит в рядах фанатиков. О как. Так, бинтиком под... Так, хорошо. Ну, хоть немножко кровоточку мы остановили. Это приятно. Ну, блин, ребята. У меня же еще висит задание вернуться в Припять. А у меня вообще никаких маркеров нету. Вообще никаких. Вообще никаких маркеров. Это, я так понимаю, янтарь. Да. Армейские склады. Мертвый город. Бар Росток. Ну, территория весьма приятная. Черт, вы документы взять. Прочитай документы с отталла Тора. Уничтожить отталла Тора. Слушайте. Ну, давайте мы это сделаем. Я предлагаю подсевиться. Там, я вижу, стоит монолитовец. Беда в том, что у меня патронов не густо. Бля, хамуха. Так, падай. Все, мне кабзда. Я от кровотечения сейчас ласка заверну. Все. Ой, хорошо, что я сделал сейф. Не, ребят, это жестко. У меня еще и ХП неполные. А что, если попробовать? Да нет. Это вообще. Картечью долбить. Еще и поржет с меня. Просто, ой-ой-ой, будем надеяться, что нам рандом раздаст и он раздал. Он мне стал кидать гранату. А это значит, я у него сейчас найду аптечку. ЛРочку. У него даже гроза была. Нихера себе. Нихера себе. Но это совсем другое дело. Это совсем другое дело. Причем она и в состоянии довольно цивильном. А вот аптечек нет по-прежнему. Это плохо. Давайте возьмем патронов. А патроны у него какие? 45-й калибр. Это Сиксаур. Ну, хотя бы, хотя бы чуть-чуть есть. Но то, что у меня есть теперь гроза, это просто прекрасно. Я все-таки хочу выполнить задание я же отсюда вышел. Так, ну-ка. Пацан, подачу держим. Ляха, вот они. Они возле вообще. Фух. Блин, я чуть не усрался, если честно. Фух. Они как-то так неожиданно зареспаунились. Я чуть не охерел. Калибр 9.39 делает все, как должен, поэтому... Поэтому, как бы, все складывается для нас неплохо. Так, где он тут подпрыгнул? Ляха, муха! Все, мне крышка. А у меня аптечек нет. Сука! Сука, это, это край. Это вообще вилы, виленции просто. Не, я тут буду сейвиться своими сейвами. Потому что здесь очень много врагов. И ни у кого нет аптечек. Поэтому мне кровотечение вообще нельзя получать ни при каких обстоятельствах. Но бинты есть, это хорошо. Так, вот этого челикса я еще не обыскивал. Ни у кого нет аптечек вообще. Очень плохо это. Очень, очень, очень это плохо. Давайте с Энфилдом поработаем. Патронов у него не сказать, что побольше, но... Не, вот то, что отобрали, конечно, у меня всю мою снарягу эпичную, это плохо. О! Британский старичок. С трудом, с трудом. вывозит. Это чел был в экзоскелете. Поэтому у него явно есть при себе хорошая амуниция. да, я был прав. И аптечка, господи боже мой. Я тебя обожаю, мужик. Ой-ой-ой-ой-ой, какая, какая ляпота. Что получше? Вот это получше. Хотя нет, один хрен одинаковые. Ой-ой-ой, какая прекрасная штука. Какая прекрасная вещь вообще. Сука, их тут шестеро. Я не собираюсь никуда уходить. Я, если честно, к вам и иду. Намеренно. Потому что у меня еще висит задание полившина технология. Я думаю, тех семи патронов, которые у меня есть, мне хватит. Ай, как ухо, Сука, и там патроны кончились. Вот говно. Ладно, сейчас мы будем стрелять точнее. Хорошо, двоих я скопытил. Уповаю на грозу. Теперь уповаю на калаш. Конечно, 9.39 прекрасен, но в данном контексте чем богатый, тем и рады. Вот он. Уходит же, падла. Где ты там стоишь, сука? Наконец... Нет, еще не все. О, теперь точно все хорошо. Тактикульно, тактикульно действуем. Ой, спасибо за аптечку, дорогой мой товарищ. Пожалуйста, спасибо большое. Так, мы что... О, о-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это подгончик. На ПСО я не мог и надеяться. А тут такой сюрприз. Этот фуфил мы выкидываем. это кладем сюда с одним патроном если что застрелимся о недурно я его сложил буквально пара попаданий готова мне кажется некоторые монолитовцы гашеная гранату там кидает отлично выполнили мы задание отряд тора уничтожен это фуфлища мы выкидываем хотя это можно себе и забрать так хорошо 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 ой ой какой богатый молодой человек прямо чувствуется чувствуется благородное происхождение о а вот и тор приставился пдатора исходящий барлонди есть видение что некий сталкер скиф так также обладает информации и знает о группе оповещения необходимо направить его на путь истинный а затем уничтожить ровным счетом поступим с ним так же как и со сталкером что недавно пожаловал в припять предлагаем сотрудничество а затем заманиваем в ловушку суки суки одним словом так а где тут твой стол где тут папочка с документами чертовы документы взять и прочитать документы со стола содержится информация о том что кто оповестил всех на предстоящей катастрофе восемьдесят шестом году 22 апреля восемьдесят шестого в связи с тем что в ближайшее время примерно 26 числа предвидится серьезно техногенная катастрофа было принято решение оповестить граждан на предстоящем событии гарантировать полную эвакуацию до аварии мы не можем но необходимо минимизировать потери предупредив народ для этой цели сформирована специальная группа состоящий из трех человек в течение трех дней предстоит разослать информацию а также желательно указать о возможном аномальном порождении названной зоной которая происходит неопъяснимой с точки зрения науки явления 24 апреля приказ неведленно приостановить оповещение в целях соблюдения секретности а предстоящей катастрофе больше никто не должен узнать о как то есть по идее они должны были предупредить но потом поняли что это нарушить секретность но в тот момент когда они все-таки оповещали население их клим запалил и запомнил о как надо ли нам сюда я думаю что стоит сюда сходить как минимум ради ящиков которые пустые дверь закрыта конечно почему ты не залезаешь почему ты не залезаешь а потому что он не может залезть по этой лестнице спасибо большое мы загрузимся тогда как знал вот как знал что надо сохраняться ну столько лет играть в сталкер играть во втылу врага тут поднаторел конечно я в плане сохранений я прям уже знаю как прям прям чувствую когда надо сэйвится так ну что нам сказали бежать куда-то влево и показали эту дорогу давайте я сохранюсь на свой сейф потому что авто сейвы вещи надежные тем более модификация может вылететь тем более тут дохерище аномалий так я перегруженный жестко поэтому мы этот крэп выбрасываем ну это мы останет вал выкидываем он нам не нужен ровным счетом незачем побежали я надеюсь я правильно бегу тут в принципе уже скоро край уровня смерти вопреки продвигаться через аномальные поля ну ёпта шутники а у меня же нет детектора ну хотя ё-моё болтиком будем откидываться авто сейвы авто сейвы авто сейвы вы мои авто сейвы мои скакуны интересно я голый да я голый я без костюма у меня все суки отобрали куда связь потеряно не раб нет работает я уже думал бы да не работает бля хамуха чуть не всраться тихо 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 бля что такое псевдогигант вы угораете высока шум слава богу на меня внимание хотя бы не обращает это приятно это полезно ай-яй-яй-яй не локация атмосферная мое уважение а теперь видимо подниматься ну давайте будем подниматься локация атмосферная вот это конечно если бы финал чистого неба и тени чернобыля проходил вот на вот этом уровне я бы полюбил финал в этих игр больше потому что те уровни которые были в этих игр их они какие-то обширные слишком пустые а здесь как то так все плотненько засажена не знаю возможно это даже какая-то авторская локация возможно из какого-то билда взятая потому что чернобыль 1 это билдовский бар или по-моему завод росток в целом насколько я знаю но это локация прям прям шик блеск хоть и пустовато эпизод восьмой исход и мы в припяти это очень хорошо мне уже этот эпизод нравится знаете ли путь обратно вернуться в припять выполнено а теперь надо поговорить с геварой последний вариант но побежали тем более что недалеко бежать собственно говоря школу блин ребят жалко скифа я хочу сказать я вот как-то замешкался в перестрелки с монолитом и как-то даже про него позабыл но скиф красавчик не подставил товарища бляха вот не хватало еще кровососов здесь а я же без костюма прекрасно он просто в одно движение меня ох 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 дубль 2 что этом должен делать но наши бойцы там месяца с монстрами поэтому я без костюма мне любой код и все не давайте знать еще вот вот так вот сделаем на всякий случай пойму что дробовик небольшой аргумент против кровососа мозберг вряд ли что-то не сделает существенно но хотя бы у меня будет шанс вдарить по лицу этой сволочи потому что вот он меня встречает их двое как вам такое еще и снорки братцы кролики вы там живые не уйдешь держись держись не шкотский вообще нельзя получать я без костюма да ребят две силу вас есть есть гевара берем ноги в руки валим отсюда так что произошло ты как ужаленный чернобыльской осой хреновы дела вкратце то что мы искали оказывается было в шаге от нас та группа что мы искали это барлон да крюк и некий тор глава монолита на базе чс эти фанатики каким-то образом предугадали ход событий и загнали меня в ловушку скиф тоже попал но ценой своей жизни спас мою жизнь теперь пора уходить гевара вариантов у нас больше нет кто знает что теперь что все так сложится кто ж знал ты предлагаешь покинуть зону до через чернобыль 1 уже не пройти так что придется искать путь через буферную зону напрямую через периметр допустим верю тебе на слово только как придем ты все расскажешь договорились хорошо готовься а пока со степаны чем переговорю степаныч пора валить тут зашла речь о возможности уйти из зоны для нас гевара это единственный вариант но у тебя и остальных есть выбор знаешь пока тебя не было мы размышляли над этим вопросом и пришли к выводу что все-таки остаемся мне нужно бизнес наладить винторез шерлоком в первое время помогут а потом и своими делами займутся так что извини к лим таков наш выбор ну что ж удачи вам если монолитовцы пойдут за вами у вас будет возможность уйти из припяти без проблем а дальше как знаете и тебе удачи ну а там сами разберемся надо будет а надо бы еще отсюда выбираться как только покинете зону сообщите обязательно пока степаныч с командой остаются так что медлить не будем уходим хорошо сейчас идем к старому госпиталю там находится что-то вроде аномалии искажающей пространство и время через нее можно будет попасть в буферную зону оттуда уже выйти из зоны единственная загвоздка в госпитале в вполне могут быть фанатики монолита так что не вздумай стрелять это не настоящие бойцы это фантомы когда-то давно появились тут и в припяти один ушлого яка дегтярёва звали так они с отрядом весь здесь положили ухты и когда в том месте образовалась аномалия то она отразила прошлое то есть то время когда там были эти фанатики про дегтярёва слышал а вот про аномалию впервые а в чем загвозд конечно не существует если в кого-то стрелять находясь в искажении то сразу погибаешь так что единственный вариант действует ножом и только в случае крайней необходимости все ясно двинули вот это интересный заворот кстати вот это и любопытно ну ножом так ножом но хорошо хоть они нам дружественная да хорошо не появляется даже метки о том что нас видят датчика видимости нет не срабатывает проверить второй этаж давай проверим второй этаж опачки убить барлонду не используя огнестрельного оружия клеим какая неожиданная однако встреча далеко убежать собрался да черт возьми можешь убить меня не задумал я в любом случае тебя остановлю только что от этого изменится я понял что тогда произошло и знаю кто ты ты ведь все спланировал но сейчас кто-то один из нас должен уйти из зоны теперь уже ничего личного good and sleeping о как клим твою дивизию не на минут себя оставить нельзя одного обязательно что-нибудь вляпаешься я опять что-то пропустил да хреново у меня несколько пулевых барлон да он мертв аномалия его держись черт возьми ничего не осталось немного осталось и тебя выведу да пора выбираться из этой чертовой зоны с тех пор как климские вары покинули зоны прошло уже почти пять лет великому сожалению скиф не смог выбраться живым из этой чертовщины но друзья помнят о нем и по сей день жаль его хорошим был человек и поступил как герой та загадка из которой клим пришел в зону почти прояснилась барлонда мертвый крюк насколько известно покинул зону а тор по прежнему но некоторые вещи до сих пор нерзают климат и остается до конца не ясно бывает он просыпается ночью и слышит далекий голос зовущий его к себе и обещающий ему обрести то что он заслуживает что подобное слышалось и тогда в трипесе когда взял в руки тот черный артефакт иногда у него даже возникает сильное желание мог пересечь периметр и вернуться обратно зачем он и сам не знает ответ на этот вопрос не зря говорят сталкины зона просто так не отпускает до сих пор осталось непонятному то каким образом все эти подземки вышли из под контроля госбезопасности такой огромный комплекс лабораторий о происходящем в них смогли узнать только после второго катастрофа странно все это на этом записи климат название храника чего были заканчивались и хотя дневники еще остались чистые страницы никто даже он сам не знал вот и все дорогие друзья модификация подошла к концу была она вот такая вот какая собственно она есть что могу сказать модификация однозначно стоит свеч хотя бы разочек в нее сыграть стоит это сто процентов переигрывать вряд ли модификация очень короткая она проходит с часов за пять а это для сталкера очень мало и по большому счету даже это даже не сталкер это как-то вот знаете локально так все как-то как-то вот не знака местечкова как-то вот вот нашел слово местечкова все очень местно как-то не знаю такая задумка была в сюжете да очевидно нам показывали именно вот так в рамках одной локации в рамках там нескольких героев но нет какого-то полета масштаба я не знаю но как есть так и есть однозначно модификации есть плюсы это во первых хорошо прописанные диалоги местами сложные они не слишком понятно временами встречаются грамматические ошибки но персонажи раскрыты очень качественно диалоги мое уважение конечно в целом не только по наполнению графическая часть не подвела оружейный пак хороший с вот это все у нас есть много артефактов различного рода есть чем заняться квесты мое уважение особенно те что на чернобыле один это просто кайф это очень круто сделано тот же квест с хмуром это это просто чистейший кайф я прям я я был я видел что вы писали в комментариях это действительно очень крутая задумка и очень крутая идея но беда в том что модификация очень костыльная вы это могли видеть на протяжении всего прохождения даже вот в этой последней серии когда я все-таки прикончил отряд тора выполнил квест полипшенная технология и забрал документы все равно в конце во время уже финальных кадров голос климан нам проговаривает текст про то что а тор по-прежнему верховодит в монолите я его убил я его убил на чс никто там не верховодит я его убил но авторами мода предусмотрено то что я бежал на пролом без оружия и как бы я проходил вот этот финальный эпизод как бы я зашел в общежитие если бы у меня не было оружие там кровососы нападают то есть все должно идти так как задумали авторы что-то не так идет все модификация сломана тот же квест с хмуром который я очень люблю который хвалил неоднократно он может заруиниться если в одновременно взяли квест с шайбой он тоже назначает место встретиться ночью и тоже в церкви если у вас два этих квеста идут одновременно вас убьют на подходе к церкви вас убьют в этом по сюжету несколько недель лежитесь лежите отлеживайтесь в госпитале в госпитале вас фельдшер подлатал все хорошо а этот хмур по-прежнему сидит в трансе в церкви ты посланник ты убийца нужно помощь то есть у несколько недель там сидел по лору игры то есть квесты наслаиваются друг на друга и нельзя их брать одновременно то есть костыльность и местечковость модификации и подводят но финальный эпизод он довольно слабенький в припяти бегаем 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 понятнее не становится завязка сюжета 5 баллов локации чернобыль 1 наполнение квесты 5 баллов но то что происходит на час и в припяти слабо не на 2 балла не на единицу не 0 это слабо и слава богу что этот эпизод проходится быстро сама модификация не успевает надоесть а временами кажется даже очень большой объемный в любом случае модификация стоит того чтобы в нее сыграть хотя бы разочек и забалдеть от нее а забалдеть поверьте от него можно это достойный представитель модификации на движке зооприпяти друзья мои спасибо вам большое что вы смотрели это прохождение с вами был антон не забывайте подписываться на канал ставьте лайки комментируйте вступайте в группу вконтакте читайте в твиттере и играйте в хорошие игры всем удачи всем пока берегите себя